Я рассказал свое свидетельство, чтобы вы больше меня узнали. Теперь вы меня знаете. Теперь мы друзья. Прежде чем перейдем к учению, я хочу основание положить. И помолимся Богу. И Господь, я иду как Твой слуга, чтобы Твое Слово. И я отодвигаюсь назад, чтобы ты смог занять место. Раскрывай свое сердце этим благоценным людям. И чтобы в этих словах было много плода. Для Твоего Царства и Твоей славы. Бешем Яшуа. В имя Яшуа. Аминь. Я начну с темы, которая может показаться странной. Я буду говорить о том, кто есть Яшуа. Вы посмотрите, скажете, мы все знаем об Яшуа. Мы читаем о Нем в Библии. У нас отношение с Ним. Мы знаем о Яшуа. Тебе не надо мне рассказать о Яшуа. Но я хочу, может быть, я что-то другое вам покажу. И я думаю, что первое учение должно всегда всю славу сдавать Яшуа. Поэтому я хочу о Нем с Вами говорить. Чтобы им можно дать славу. Поэтому кто есть Яшуа? Почему я хочу рассказать вам о Яшуа? И положить это основание. Потому что все, что я делаю, я делаю для Яшуа. И все, что вы делаете, вы делаете для Яшуа. Кто такой Яшуа? В Библии есть много имен Яшуа. Я некоторые имена перечисляю. Вы другие найдете. Потому что есть так много имен Его. Но некоторые из них. Сын Божий. Сын Человеческий. Царь Царей. Господь Господь. Всемогущий. Великий. Великий. Альфа и Омега. Лилия долин. Роза Сарона. И остальные имена. Имена, которые я вам рассказал только что. Мы видим, что Он Сын Бога и Он Бог. И мы будем читать очень много Писаний. Потому что мне нравится то, что я скажу. Чтобы это подтвердить Библией. Второй Коринфянам 5, 19. Очень короткий стих. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Мы видим, что Иисус Господь, Бог Богов. Нет никого выше, чем Иешуа. Он начало и конец всего. Творение началось с Иешуа. И в завершение этого века это тоже все закончится с Иешуа. Поэтому Он есть все во всем. Колоссянам. 1, 15-18. Он образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли. Все ими для Него создано. Для Него. Он был здесь в начале творения. И все было создано для Него. И мы не Свои. Вы и Я принадлежим Ему. И Он может использовать нас так, как Он хочет. Откровение 1, 8. Мы еще один стих прочтем. Откровение 1, 8. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет. Сидержитель. Ишуа сам себя называет Сидержитель. Когда вы спросите людей, они вас спрашивают, как вы видите Ишуа? Они видят Его как ребенка в маленьком кремле. Как вы можете видеть Ишуа? Они видят этого любящего, доброго, сострадающего Бога. Он такими является. Иногда картины Ишуа делают. Особенно на кресте Его изображают. в виде этого худого человека блондина, голубыми глазами и маленькой бородкой. Не знаю, как здесь, но у нас такие часто образы делают. Я хочу попросить вас закройте свои глаза. И представьте себе Ишуа, как вы его видите. Есть у вас образ Его? Кто-то хочет поделиться тем, как вы его видели? Он в белой одежде. Он в белой одежде. Волосы, наверное, до плечей у него. Его hair maybe goes till his shoulders. Глаза карие, не голубые, потому что his eyes are brown, not blue, because he's Jewish. Ну, именно в тех евреев таких, ну, those Jews. Глаза только карие. Oriental Jews or Eastern Jews. Ну, бородка такая, небольшая, наверное. And some beard. Small beard, short beard. Thank you. Кто-то еще хочет рассказать? Еще один человек. Maybe a lady. Maybe a lady. Maybe a lady can come see? You're quite right. You're quite right. You're sure would not have blonde hair and blue eyes, because he comes from the Middle East. You're right. because he would have blonde hair, and I think like mine. I think he'd have dark hair like my hair. Curly. I think he'd have dark hair like my hair. Curly. I think he'd have dark hair like my hair. Curly. I think he'd have a dark beard. And fit. And fit. And fit. Because if you walk for three years around Israel from Jerusalem to Galilee and back to Galilee and back to Jerusalem you're going to be strong. You're going to be fit. He was a carpenter. He was a carpenter. He was a carpenter. He was a carpenter. So that would make him strong. Not thin, small. Not thin, small. He was a strong man. He was a strong man. But now let me show you how the Bible describes him. But now let me show you how the Bible describes him. So we're in the book of Revelations. We're in the book of Revelations. And we're going to stay in Revelations chapter 1. Первая же глава. Now we're going to read from verse 10. 10. Okay. All right. Let's read it. Let's read it. I was in the Spirit on the Lord's day. I was in the Spirit on the Lord's day. And I heard behind me a loud voice as of a trumpet. I heard behind me a loud voice saying, I am the Alpha and the Omega the first and the last. Как бы трубный, который говорил, я есть Alpha и Omega первые и последние. And what you see right in a book and send it to the seven churches which are in Asia to Ephesus to Smyrna to Pergamos to Thyatira to Sardis to Philadelphia and to Laodicea. Then I turned to see the voice that spoke with me. and having turned I saw seven golden lampstands and in the midst of the seven lampstands one like the Son of Man. Now, I want you to close your eyes and listen to this as we read it. This is how the Bible describes him. one like the Son of Man the Son of Man clothed with a garment down to his feet and girded with the chest with a golden band or the other or the chest to the chest with a golden band his head and hair were white like wool as white as snow как снег. Очи его, как пламень огненный. Ноги его, как халкаливан. Как раскаленные в печи. Либо медь раскаленная в печи. Голос его, как шум вод у ноги. Он держал в деснице семь звезд. И из него выходил острый, с обеих сторон меч. И его пламя, как солнце сияющее в селе. Когда увидел его, упал к ногам, как мертвый. Он положил на меня правой рукой и сказал, Не бойся. Я первый и последний. Живой, был мертв и жив. Жив во веки, веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Это удивительное изображение. Это не младенец в яслях. Это не худощавый человек на кресте. И даже не тот человек, которого мы только что сейчас описывали, каждый. Может быть, он так выглядел, находясь на земле. Но вот и шок возвращается. Вот он какой. И я думаю, когда я увижу его, я упаду на ногах, как мертвый. Многие люди говорят, я видел Ишуа. Я побегу к нему, я обниму его. Я так не думаю. Мы этого хотим сделать. Но я думаю, мы упадем перед его ногами. Некоторые люди говорят мне, говорят, пастор, когда я вижу Ишуа, я спрашиваю, почему это произошло, почему это произошло, почему это произошло. Я так не думаю. Я думаю, ты упадешь, как мертвый, перед его ногами. Потому что этот чудный, очень сильный, невероятный Бог, которому мы служим, этот Бог призвал вас и меня. Разве это не смиряет вас? И это же Бог. Он Бог любви и сострадания. Он пришел к Иоанну и положил на голову его правую руку. И он говорит, Иоанн, не бойся. Я все еще люблю тебя. Я первый и последний. Я первый и последний. Альфа и Омега. И я думаю, он даже его обнял. Потому что вот этому Богу мы служим. Бог любви и сострадания ко всем тем, которые погибают. Бог любви к вам. Бог любви ко мне, к Айзет. Бог любви к тем, кто будет смотреть это видео. Однако он сильный. Он чудесный. И он возвращается. этот удивительный Бог. Мы прочитали это в 17 стихе. Он положил свою правую руку на меня, сказал, не бойся. У этого удивительного Бога находятся ключи от ада и смерти. Которые он забрал у Сатаны после смерти на кресте. Он поразил Сатану. 1 Петра 5, 8. Я просто прочитаю. Это говорит, что Сатана ходит как рыкающий лев, ища, кого может поглотить. Кто из вас знает, что он лев, которого нет зубов? Он лев, у которого нет зубов, потому что он поражен. На самом деле он ничто. Когда мы против него выходим с именем Ишуа. О, он сильный. Если мы сами выйдем. Кто из вас здесь выходит с именем Ишуа? Все вы. Кто из вас может выйти в него с кровью Ишуа? Когда вы используете имя Ишуа и кровь Ишуа, не зависимо от того, что он делает против вас, не верьте этому. У него нет зубов. И там даже не говорится он ходит как рыкающий лев. Там не говорится он рыкающий лев. Он ходит как лев. Он не ходит львов, а подобен льву. Но я все еще не лев. Это не делает меня львом. Так же и он. Только есть один лев. Лев Иуды. Аминь за это. Давайте еще посмотрим то, что говорится. Ишуа пришел, чтобы исполнить волю Отца. Иоанна 4.34 Ишуа обращался к ученикам. Он говорит, Мой плод Мое дело для того, чтобы исполнить волю Того, Кто послал Меня. И исполнить Его дело. И так же это должно быть в нашем сердце. Мы должны сказать, наша пища исполнить волю, исполнить дело Того, Кто избрал нас. И завершить это дело. Какая была воля Отца, что Ишуа завершил, воплотил? Вы знаете это, но я просто быстро повторю. Ишуа пришел в новом кофе через Его смерть на кресле и Резурнение. Ишуа пришел в Новом Завете через Свою смерть и воскресенье. Ишуа пришел для того, чтобы поразить Сатану и избавить нас от вечной смерти. Ишуа пришел, чтобы у нас была вечная жизнь. Now I'd like to read down from heaven 38-40. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. воля же пославшего меня Отца, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все это воскресить в последний день. воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сын и верующий в Него имел жизнь в вечную. И я воскрешу Его в последний день. Поэтому Ишуа пришел примирить нас с Отцом в одном человеке, как одного нового человека. И язычника, который поклоняется Ишуа вместе. И также того, кого Отец дает Ишуа, Ишуа никого не погубит. И также я знаю людей. Как только я посвятил свое сердце Ишуа, те веры для меня были героями веры. Я смотрел на них и говорил своей жене, если я могу быть как они, я бы был таким счастливым. И знаете, что в нашей сейчас они не служат Ишуа. У них другие причины есть. некоторые перешли в секты. Некоторые перешли в секты. И многие неевреи, которые христиане, они перешли в теологию еврейских корней либо нахождение еврейских корней. Они свели свои глаза с Ишуа и пытаются стать евреями. Я думаю, почему? Я знаю некоторых верующих евреев были в моей церкви Хэтфилд они были как герой веры когда я только их встретил. Они ушли от Ишуа и они перешли в иудаизм. Я не могу это понять. Как можно оставить Ишуа, за которым следуешь? Я знаю, что это влияние. Я знаю, что это влияние от проблем от людей. Я знаю, что это давление, которое исходит от людей. Я понимаю это. Но для вас и для меня самого через благодать Божию я остаюсь. Я остаюсь недвижимым для Ишуа. Я не могу представить себе оставить Его, не следовать за Ним. И Он говорит, что никого не хочет погубить. Дальше давайте перейдем. Ифисянам 2, 13-16. А теперь во Христе Иисусе Вы, бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, Соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграду. Здесь говорится об одном новом человеке. Евреи и Язычник погоняются вместе Ишуа. Упразднив мражду к плоти своей. Закон заповедей и учения. Дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устроя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на Нем. Одна из причин нашего служения это построить мост между евреями и Церковью. Очень важно, чтобы мы это сделали. Потому что Бог никогда не хотел чтобы эта маленькая церковь здесь и мессианская община там находилась. а Хэтфилд там находится и Мэтт тоже не оттуда. Бог же намерение в том, чтобы мы были вместе в единстве вместе, завоевывали землю и несли Евангелие. И когда вы вместе как объединенная сила нескольких и тогда вы несете Евангелие, тогда какое же будет влияние оказано на наше общество, на мое общество, на мир. Давайте еще прочитаем. Матфея 20, 28. Матфея 20, 28. Так же, как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать свою жизнь для искупления многих. И это удивительно. Мы знаем, что Ешуа дал свою жизнь за вас, за меня как искупление для всего мира. Те, которые принимают Его Господом Спасителем получают спасение. Помните описание Бога, которое только что мы прочли? Это же Бог. И мы просто читали, Он говорит, Я не пришел, чтобы Мне служили, но Я пришел, чтобы служить. И Ешуа был здесь как слуга. Он накормил 3 тысячи, 4 тысячи, потом 5 тысячи. Так же, Он омывал ноги учеников. Он омывал ноги тех людей, которые предали Его. Кто из вас омоет руки своим предателям или своим рогам наихудшим? Поднимите руку. Это очень сложно. Это вызов. Потому что это нам надо делать. Я этого еще не делал. И если Он попросит меня сделать, я сделаю, если надо. Потому что моя жизнь Ему посвящена. Я должен делать то, что Он говорит. Но это то, что Иешуа сделал. Понимаете ли Вы, что значит этот термин или отступничество? Вы знаете, что это отступничество? И знаете ли Вы, что все ученики после смерти Иешуа отступили? Потому что, что значит отступничество? Это возвратиться к прежним путям. И это точно так и сделали. Они сказали, пойдем ловить рыбу. Мы же рыбаки. Они вернулись к старым путям. Они забыли все, чем Он научил их Иешуа. Они даже забыли, что Иешуа говорил им, что Писание о нем говорит. Они спаниковали и вернулись к старым путям. Они отступили. Разозлился ли Иешуа на них? Нет. Знаете, что Он сделал? Он сначала приготовил для них еду. Иоанна 21 глава. Стихи 4-14. Это та история там. И ученики пошли ловить рыбу. Они ловили, но ничего не споймали. Потом Иешуа идет по берегу. И Он говорит им, закиньте сети по другую сторону лодки. Они закинули сети. И у них был огромный улов. Затем они прибыли на берег. И видят, что Иешуа разобрел костер. И Он сказал им, подойдите, будем есть вместе. Разве это не удивительно? У Него было всякое право сказать им, вы бесполезны. Я так многому научил вас. Вы знаете Писание. Вы знаете, что я должен был умереть и воскреснуть. Но вы спаниковали. И что возвратились к своей преснежной жизни? Что вы за люди? Он так не говорил. Он сказал Петру, на этом камне построить церковь свою. И Он сказал ученикам, идите по всему миру. И готовьте учеников во всех народах. Они отступили. Но Он все равно их использовал. И они через них Евангелие распространилось. Кучка таких, ну, евреев, совсем немного их распространили благую весть о спасении. Я знаю, что все мы разочаровали Ишуа. Если бы я задал вопрос, поднимите руку, кто разочаровал Ишуа, огорчил Ишуа, то моя рука бы поднялась первой. Но Он все равно использует нас. Он Бог благодати и любви. Бог милости и сострадания. Бог призвал вас и меня исполнить волю Отца и нести Евангелие людям. Быть светом Ишуа для окружающих нас. Быть светом Ишуа в наших семьях. Среди друзей. Когда на работе. Когда мы отдыхаем. Не из-за того, что мы велики, но из-за того, что мы слабые. Потому что Бог говорит, что смиренных я вознесу и беру гордых я унижу. Хотел бы задать вопрос. Откуда мы знаем, что Ишуа – Машех, которого ожидают евреи? Если кто-то подойдет к тебе и скажет, объясни мне, откуда мне знать, что Ишуа – Машех? что я, как еврей, ожидаю его? Что вы ему скажете? Это все просто. Два момента. Первый. Ишуа исполнил все пророчества, написанные о нем в Танахе. что было в Танахе, в Ветхом Завете, он исполнил эти пророчества. И последнее пророчество, когда они дали ему уксус, чтобы пить. И он сказал, свершилось. Что свершилось? Во-первых, свершились все пророчества. Это пророчество последнее о его смерти, что свершилось. И второе, свершился Ветхий Завет и вошел Новый Завет. Вторая причина, почему Ишуа – Машех, которого ожидают евреи. Это Откровение 5.5. Один из ангелов сказал мне, не плачь. Боже, лево от колена Иудина. Один старца сказал мне, не плачь, вот лево от колена Иудина. Не плачь, вот лево от колена Иуды. Корень Давидов победил и может раскрыть свою книгу и снять 7 печати ее. Это Писание было написано 30 лет после смерти Ишуа. И даже 30 лет после смерти здесь он назван лево из колена Иуды. Корень Давида. Now, do you know what the Hebrew word for Judah is? The Hebrew word for Judah? Знаете, как на иврите Иуда звучит? The Hebrew word? На иврите как? The Hebrew? Yehuda. Yehuda. Nahon, Yehuda. What is the Hebrew word for a Jew? Как на иврите еврей? Yehudi. It's the same word It's the same word It's the same word In slightly different Только небольшое отличие But it's the same root But it's the same root But it's the same root Yehuda. 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 Yehudi. is the Jewish Messiah. A Jew is a Yehudi. He comes from the tribe of Yehuda. He comes from the tribe of Yehuda. One in the same. Both the same. To the same. So, I would like to end With what happened On that Pesach night That we today know As the last supper This is what happened They celebrated Pesach They celebrated God bringing the children of Israel From slavery in Egypt To freedom After that He washed the disciples' feet And He washed the feet of Judas Who betrayed Him He then brought in Communion Where He shared the cup And He shared the bread The bread and the cup With Him When He shared the cup When He shared the bread The bread and the cup With Him Then He went to the garden of Gethsemane And I love the garden of Gethsemane I love it there I love the garden of Gethsemane There's one place there That's not a tourist place Where you can go And just be quiet And alone in the garden And one day About five years ago I was in that garden And I closed my eyes And I got this picture Of Yeshua on His knees With sweating blitzes Drops of blood And 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 Father If it would be possible Take this cup from it But Nevertheless Not my will But Your will be done They then took Him Arrested Him And took Him To the high priest They pulled out His beard And 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 They Hit Him With their fists И настолько сильно они его избивали, что это вырывало плоть из него и одели венок и вбили его. Он взял крест и очень долго шел до Голгофы. И крест не такой, как мы его сейчас видим, не такой красивый, гладкий. Это были два дерева.